Приветствую вас, вы знаете, ответить вам на вопрос, что делать, без анализа вашей семейной ситуации, без анализа того, что происходит у вас в семье вообще на данный момент, будет, мягко говоря, сложно, поверхностно и, на мой взгляд, ну, не совсем правильно. Дети, это отражение, отражение вас, отражение ваших желаний собственных, которые есть именно у вас. Дети, это то, что вы невербально им посылаете. Ну и, конечно же, дети, это вы, это ваше поведение. Все, что вы себе запрещаете, все, что вы себе не позволяете, все, что вы хотите, но не можете, все это дети, ваше детство. По факту, мне думается, что их задача, с одной стороны, привлечь ваше внимание, которого им явно не хватает. И здесь вопрос сразу. Насколько вы общаетесь с людьми спокойно, хорошо, продуманно может быть. Вот. То есть, есть у вас такое общение? С другой стороны, дети показывают, что не чувствуют, не чувствуют границ своих. границ. То есть, что это значит? Ну, по факту, это означает, что дети не видят последствий, не видят последствий своих действий. Вообще. То есть, просто вот последствия их действий, да, на, собственно, самих детях, не сказывается по ряда причин. То есть, ребенок не чувствует, что можно ему, что ему нельзя. Ребенок не ощущает, что надо, что не надо. Ребенок не знает, когда нужно остановиться. То есть, когда все, стоп, дальше нельзя. Этого ребенок не знает. У ребенка нет этих представлений. Понимаете? Так же, очень часто, очень часто бывает такая история, когда, ну, например, старший ребенок ревнует младшего. Ну, просто потому, что старшему кажется, что младшему уделяет больше внимания. Оно, конечно, может быть и не так. Оно может быть и не так. Но, тем не менее. Ребенок это вполне может чувствовать. Если он это действительно чувствует и действительно ощущает, то вы не разграничивайте наши ресурсы, свои между детьми и позволяете старшему почувствовать себя более, ну, скажем так, более опёрванным от вашей любви. Я полагаю, что проблема в основном именно у старшего ребенка, не у младшего, потому что младшего вроде бы как раз все устраивает. А вот старшего нет. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Это, значит. Значит. Достаточно. Ребенок. Насколько он, этот ребенок, ну, скажем так, удовлетворен. Вот, насколько он реализован, насколько ему хватает того, как вы, ну, например, взаимодействуете с ним. Вот. Иногда здесь, вот именно здесь, в данном случае рекомендую почаще оставлять старшего заботиться о младше. Именно заботиться, то есть давать ему ответственность, давать ответственность, значит, за младшего ребенка, чтобы он чувствовал, что это не развлечение, а ответственность. Вот. Ну, то есть, по сути, речь идет о том, по сути, речь идет о том, чтобы старший сын, ваш мальчик, старший, вот, чтобы он, эм... начал идти по пути взросления. Я бы так, я бы так сказал. То есть, это вот необходимо ему. А пока он просто, он думает, что это ваша, ваша такая вот прихоть. Да. Для младшего делать больше, чем для него. Вот. Тут, конечно, очень важно распределять твои ресурсы. Правильно. Отдельного внимания заслуживает, пожалуй, еще и та история, согласно которой, я не увидел взаимодействия отца. Между, ну, то есть, вот, взаимодействие отца с детьми. То есть, э... По факту, по факту, детям нужно, чтобы с ним взаимодействовал отец, чтобы была мужская рука, чтобы было мужское влияние. Потому что, дети всегда ориентируются на родителей своего пола. И вы, как мать, как мать, просто не в силах дать детям, э... с того, ну, дать даже не детям, а дать мальчикам того, что им нужно. Просто в силу того, что вы женщина и многих вещей, как женщина, вы понять не можете. В силу более таких, ну, важных моментов. Вот. Поэтому здесь я рекомендую отцу побольше взаимодействовать с детьми. Вот. Своими. Потому что без этого оно будет сложно. Вот. Ага. Вот, в принципе, то, что можно порекомендовать. Да? То есть, э... Побольше ответственности старшему сыну пока что. Эм... По... Больше общаться с ним. Именно вот, ну, со старшим сыном просто общаться. Без... Без каких-то дел. Вот. А... И... Соответственно... Эм... Привлечение отца... К... Процессу. Так скажем. Привлечение отца к процессу воспитания. Ну, более... Ну, большая степень. Вот. А вам... Вам... С... Нужно, значит, на личную консультацию психологу, вот, и анализировать то, что происходит в вашей семье. То есть анализировать правила, анализировать установки, анализировать отношения, все это смотреть и корректировать. Причем у вас обоих, еще раз повторяю вам. Вот, значит, ну и в качестве такого вот, в качестве практичного, практического руководства, да, на первое время, пока вы подготовитесь, может быть, к консультации, вот, и так далее. Я рекомендую вам книгу «Вирджиния Сотир. Ваша семья. Вопросы личного роста», по-моему, так она называется. Вот, книга называется «Ваша семья». Вот. Поищите в интернете, она есть, есть в свободном доступе. Вот, пока еще можно скачать. В книге даны ряд упражнений, которые вы можете попробовать со своими детьми, вот, превратив, ну, превратив это в определенную игру, и тем самым помогая себе и детям познавать глубины, познавать полноту способов взаимодействия с своими, ну, близкими, близкими людьми, людьми, вот. Потому что старший ведет себя так только по одной причине. Для него это единственный способ выразить свои, ну, чувства какие-то, которые есть у него. Для него это единственный начало. И данный вид поведения позволяет ему получать то, что он хочет. То, в чем он нуждает. Вот. Я, опять же, я, опять же, здесь хочу отметить, что момент очень важный. И призываю вас, значит, к тому, чтобы все-таки больше внимания уделить анализам, больше внимания уделить именно отношениям между семьей, ну, отношениям в, точнее, семье, семье. Вот. Примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.